Производство, где делают счастье. Глава округа с рабочим визитом посетил фабрику природы. Продуктовая линейка предприятия – это шоколад, чай и другие лакомства без добавления консервантов. Это самый первый этап перебирания какао-бобов, где хорошие какао-бобы отделяются от плохих какао-бобов. Хорошие какао-бобы потом обжариваются. После этого они попадают в сепарат. Только уникальная продукция из натуральных ингредиентов. Этому девизу основательницы фабрики Седа Хункаева и Анна Хабарова придерживаются уже более трёх лет. В основе всего – то, что дала сама природа. Получилось так, что я первая попробовала гречишный чай, была влюблена, и мы увидели в этом огромный потенциал. Мы поняли, что нигде ничего подобного в мире нет. Гречишный шоколад и чай, кондитерские пасты и варенье. Всё это делают по запатентованной рецептуре на фабрике в Октябрьском. Сюда производство переехало из Люберец в прошлом году. Новое помещение площадью в 1300 квадратных метров позволило закупить дополнительные линии и увеличить производственные мощности. Мы общаемся со всеми предпринимателями. У них были проблемы, где они арендовали площади, не всё у них там ладилось. И мы предложили, мы иные нашли. И вот это помещение сегодня, они в таком хорошем развитии, в хорошей динамике, но мы будем дальше им также помогать. Сегодня на фабрике природы трудится 42 человека. Несмотря на то, что в пандемию предприятие работало и никого не сократили, сейчас компания переживает не лучшее время. Упали продажи. Мы не отчаиваемся, мы считаем, что мы ещё их нагоним. Всё будет хорошо. Мы усилили меры, мы измеряем температуру на входе, мы ведём журнал. У нас масочный режим, у нас все ходят в перчатках, у нас на всех столах антисептики. Мы всё дезинфицируем. То есть, конечно, мы принимаем все меры, чтобы этого вируса у нас на предприятии не появилось. Линейки для диабетиков и тех, кому нельзя употреблять лактозу и новые другие полезные продукты. В планах предприятия расширить горизонты во всех направлениях.